Музыка Освоить специальность еще во время обучения и применить практические навыки в деле теперь смогут студенты направлений, связанных с туризмом и музейной деятельностью. В Санкт-Петербургском государственном университете в рамках третьего Петербургского международного исторического форума открыли экскурсионно-туристскую клинику, где студенты будут разрабатывать культурные маршруты и экскурсионные программы. Мы в прошлом году отмечали 25 лет клиническому подходу Санкт-Петербургского университета, который на сегодняшний день охватывает огромное количество программ, студентов, преподавателей, энтузиастов этого дела. И на выходе готовые специалисты, которых наверняка разберут очень быстро, их работодатели, ну и наши преподаватели, которые уверены, клинический подход это показывает, 25 лет это показывает. Каждый преподаватель, причастный к такой интересной работе, он сразу профессионально вырастает. Я очень рад, что мы открылись на пустом месте, у нас есть уже целый ряд проектов. Что-то уже завершилось, что-то продолжается, и я очень надеюсь, что вот наше с вами такое собрание, живое общение, трансляция знаний, она позволит запустить новые проекты и дальше эти знания нести в мир. Спрос на специалистов в туристической области растет, и университет – это междисциплинарная площадка, которая может не только разнообразить экскурсии, но и повысить их качество за счет сильной базы исторического образования. Университет имеет одно огромное преимущество. Все проекты, которые мы где-то открываем, где-то на факультете и так далее, дают возможность объединить наш университетский потенциал в единое целое. В СПБГУ сегодня работают 10 музеев, имеющих официальный федеральный статус. Есть огромное количество архивов и коллекций, которые пока не стали отдельными музеями, но являются бесценным достоянием, накопленным за 300 лет. Поэтому даже сам ВУЗ может поставить перед своими практикантами интереснейшие задачи. Но будущие работодатели не меньше заинтересованы в привлечении наших студентов, поэтому готовы заключить с новой клиникой партнерские соглашения. В числе первых – туроператор «Невские сезоны» и компания «Петра Турсервис». Благодаря университету, это наша кузница кадров, уже 9 человек сейчас работают в нашей компании. Это как выпускники, так еще и студенты, которые до сих пор заканчивают обучение. И мы надеемся, что это и дальше продолжится прекрасная традиция. Новая клиника – это возможность для студентов разрабатывать и проводить собственные экскурсии, мастер-классы, квизы, квесты и другие мероприятия. В процессе пилотной работы в экскурсионно-туристской клинике СПБГУ уже успешно реализовано 6 проектов. Часть из них успели представить участникам только что завершившегося третьего Санкт-Петербургского международного исторического форума. Мы с моей научной руководительницей, именно моей дипломной работой магистрской диссертации, разработали один из экскурсионных маршрутов. Это экскурсионный маршрут Пушкина-Декабриста в искусстве 1920-1930-х годов. У нас были репетиции, у нас были генеральные прогоны этой экскурсии, а потом итоговый результат для гостей форума мы провели экскурсию. Ежегодно практические навыки в клиниках СПБГУ получают около трех тысяч студентов, выполняя социально значимые проекты по заказу организаций партнеров и консультируя граждан на безвозмездной основе. Клиника является таким мягким, комфортным путем попробовать себя в профессии. Все руководители наших клиник – это сотрудники университета, которые не просто прекрасные специалисты, но это еще люди, которые совершенно искренне любят своих студентов, болеют за них. И желают, чтобы эта замечательная фраза победителю, ученику от побежденного учителя, лицейская эта история, чтобы она повторялась, наверное, от года в год. Новая экскурсионно-туристская клиника СПБГУ готова принимать студентов на практику. Они уже выстраиваются в очередь, чтобы осуществить свои авторские задумки и доказать свою профессиональную состоятельность. Элеонора Петрова, Евгений Горяев, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.